Приветствую вас! Самым лучшим вариантом будет равнодушие. Равнодушие это всегда самый лучший вариант решения данных проблем. Что значит равнодушие? Равнодушие не означает, что вы своего мужчину будете, например, ну допустим, скажем так, игнорировать. А равнодушие не означает, что вы со своим мужчиной будете вести себя как-то грубо, хамски и так далее. Равнодушие, единственное, что означает равнодушие, это то, что вы будете с ним общаться, но без души, без эмоций, абсолютно спокойно показывая ему, что вам, вообще-то говоря, совсем не интересно, и вы его, вообще-то говоря, даже не замечаете. Вот если сможете донести до своего молодого человека, бывшего, возможно, уже, что он для вас вообще ничего не значит, если сможете до него это донести, то вот тогда и не придется вам ничего делать. Он уйдет сам, со временем. Ну то есть, конечно, это произойдет, скорее всего, не сразу, вот. Но то, что он уйдет, это факт. Потому что никому не понравится общаться без какой-либо поддержки. А если вы ему даете какую-то обратную связь, своему молодому человеку, да, если вы даете им обратную связь, если вы как-то, вот знаете, отвечаете ему, если вы реагируете как-то на его слова, на его действия, то в этом случае он, конечно, будет расценивать это как проявление вашей симпатии к себе. Что, в общем-то, вполне нормально. И отсюда вытекает следующий важный пункт. А если вы как-то реагируете на него, можно ли утверждать в таком случае, что вы к нему неравнодушны по-прежнему? То есть, нет, я не говорю, что вы его любите именно. Речь не о любви. Речь, скорее, о том, как вы его воспринимаете. Как конкретно. Как вы его чувствуете. Вот. Если он раздражает вас, например, то это уже показатель. Это показатель как раз таки того, что он вызывает у вас какие-то чувства, он вызывает у вас какие-то эмоции, а вызывая какие-то эмоции, ну, вызывая, а мужчина это чувствует. Вот. Он чувствует, что вызывает у вас какие-то эмоции. И именно поэтому он и проявляет себя так, как проявляет. То есть, именно поэтому он и ведет себя так, не отпуская вас, если я правильно понял, не отпуская вас от себя. И не позволяя вам жить в своей жизни. Вот. Но ведь это ваша жизнь. И вы отвечаете за нее в первую очередь. Соответственно, нужно постараться сделать все для того, чтобы именно в вашей жизни были только те люди, которые соответствуют тому, как вы считаете, все должно быть. А если человек не соответствует этому, если человек выбивается из этого, то ему не нужно ничего доносить и доказывать, а просто вот хочет быть рядом, пожалуйста, пусть будет рядом. Но будет при этом, как пустое место. И поверьте мне, мало кто захочет быть в пустым местом. Вот. Так что, все зависит от вас. По крайней мере, исходя из того, что вы написали, можно предположить именно это. Исходя из того, что вы написали. Ну, это все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.